В гуманитарном вузе гости непростые, спортивные. С визитом в МГУ побывал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Александр Фабрициус. Экскурсии по университету начали не с вузовских коридоров и лекционных аудиторий, с межвузовского инновационного бизнес-инкубатора. 4 октября официально открылся этот центр. Одно из первых мест, которое привлекло внимание, учебно-производственная студия кино и телевидения. Студенты сами готовят проекты. Министр предложил некоторые из них размещать на портале Министерства спорта. Заглянули и в центр прототипирования, где получают уникальные изделия методами прослойного нанесения. Запомнилось то, что я все-таки ехал в государство. Наш считал всегда, что он гуманитарный университет. А когда приехал, действительно, там есть и физики, и химики, и кафедры, и они есть. И сегодня те технологии мировые, которые я там увидел, я как сам технарь, мне это очень было интересно. Я вижу, что там действительно мирового уровня. Это начиная от космоса, заканчивая химией. Те анализы, которые берут для наших диспансеров и всего, чтобы узнать, какой болезнью там человек болеет. Это очень приятно и очень здорово, что каждый студент, либо аспирант, может здесь же, в университете, проживая, не знаю, в общежитии, прийти и заниматься в этом инкубаторе, зарабатывать деньги, так как малое предприятие. Продолжили встречу уже в формате вопрос-ответ. Александр Фабрициус рассказал молодежи, чем сегодня живет омский спорт. Поведав обо всех направлениях, которые сегодня могут быть интересны студентам, министр начал отвечать на вопросы. Темы были разные. Коррупция в спорте, с чего спорт начинается, почему у футбольного Иртыша никак не закончится черная полоса. Особое внимание, конечно же, и тем, кому менее чем через месяц предстоит нести главный символ Олимпийских игр Сочи-2014. Владимир Сморчков и Александр Пфлюк, омские факелоносцы, которые также пообщались с аудиторией. Все те встречи, которые проходят между факелоносцами и жителями, это своего рода создаются наследие для того, чтобы каждый житель в Омской области знал и привлечь к проведению эстафеты, ну и в целом к играм, которые у нас будет в феврале 2014 года, ну и в целом к Олимпийскому движению. Поэтому это для создания больше наследия проведения эстафеты. За самые интересные вопросы студентов наградили. Александр Фабрициус предложил сходить молодежи на хоккей, раздал более десятка билетов, а также, пользуясь случаем, пригласил всех принять участие в эстафете Олимпийского огня, поддержать омских факелоносцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова